Исполнительный директор и совладелец компании ID Software Тодд Холленшилд. Спасибо, привет всем! Здорово, парни! Эй, в зале есть фанаты Enemy Territory Quake Wars? Сейчас я покажу то, чего раньше вы точно не видели. Мне нравится представлять что-нибудь новенькое, и я знаю, что вам нравится смотреть на что-нибудь новенькое. Так что, внимание на экран, это новая карта из нашей игры. Поехали! Вы видите, как войска GDF сражаются с противником. Обратите внимание на детализацию. Quake Wars работает на новой видеокарте от NVIDIA GeForce 8800 GPU. Когда вы играете в онлайновом режиме, вам, конечно, не хочется, чтобы игра тормозила, и вы из-за этого терпели поражение, не успев заметить того, кто вас уничтожил. Новая видеокарта от NVIDIA обрабатывает всю гамму визуальных эффектов, не снижая производительности. Вы увидите в мельчайших подробностях все, что приготовил для вас Джон Кармак, вплоть до трещин на стенах домов и асфальте. Посмотрите на освещение, на облака и на эффекты стрельбы. Теперь взрыв ракеты. Я думал, что кто-нибудь сейчас закричит «Ложись!». Что мне нравится в новой видеокарте, так это то, что она в полной мере позволяет реализовать наши амбиции. Одно дело, когда игра просто быстро работает, но совсем другое дело, когда она при этом еще и отлично смотрится. Вы видите все в мельчайших деталях. Вам доступны все графические изыски без потерь в производительности. Теперь обратите внимание на дизайн оружия и техники. У противоборствующих сторон он разный. Вот эта винтовка обладает биодизайном и стреляет плазмой. В то время как у другой стороны оружейные технологии не столь развиты, поэтому их оружие не выглядит так футуристично. Еще одна особенность игры — важность действий каждого отдельного игрока. Вы становитесь свидетелем десятков дуэлей, которые являются частью одной битвы. Сейчас попробуем уничтожить танк GDF. Это можно сделать, воспользовавшись функцией самонаведения сгустков плазмы. Вот так. Одного выстрела недостаточно для уничтожения танка, зато его хватит для отвлечения внимания. Теперь машина повреждена, и можно пробежать мимо нее, чтобы установить свой маячок. Хотя это даже не бета-версия игры, вы можете в полной мере насладиться графическими красотами. Наша команда работает в поте лица, чтобы добиться лучшего качества графики и уровня оптимизации. Представьте себе, как будет смотреться финальная версия. Хорошо работает система освещения. Все благодаря новому видеоадаптеру GeForce. Ну как, ребята, вам нравится? Готовы поиграть? Никому не рассказывайте то, что я сейчас скажу. Бета-версии игры уже на подходе, поэтому записывайтесь в группу тестеров. Это еще не все. Завтра вы увидите живой геймплей, а не запись, как сейчас. Так что до завтра и спасибо за внимание.